Привет всем! Поступила просьба на мой YouTube. Доктор, прошу вас рассказать о современных препаратах и методах лечения и профилактике мигрени. И я спешу. Мигрень – частое явление. Распространенность составляет в популяции порядка 10%. Женщины в три раза чаще страдают, чем мужчины. Головная боль при мигрени сильная, пульсирующая, локализованная. Дополнительные симптомы – тошнота и рвота, высокая чувствительность к свету и звуку. Треть испытывает ауру, незадолго до приступа в виде мигающих огней, связагообразных линий и даже временной потери зрения. Приступы провоцируются такими факторами, как стресс, гормональные изменения, яркие мигающие огни, высота к пище, нарушение сна и диеты. Американское агентство по контролю за пищевыми добавками и лекарственными средствами в конце 2020 утвердило в таблетках уброгепант для лечения острых приступов мигрени с аурой или без нее у взрослых. Клинический эффект достигает максимум первые два часа приема препарата. Это первый препарат в классе пергоральных антагонистов-кептидных рецепторов, связанный с геном кальцитонина. В числе побочных эффектов тошнота, усталость, сухость во рту. Препарат противопоказан для совместного применения с сильными ингибиторами цитохрома. Их примеры кетагонозол, интраконозол и другие. До этого для предотвращения приступов мигрени были предложены антагонисты пептидных рецепторов, связанных с геном кальцитонина, которые в зависимости от препарата вводятся парентерально самостоятельно раз в месяц или квартал. В их числе эренумаб, галканезумаб и реманезумаб. Побочные реакции – легкая боль и покраснение вместе инъекции. На галканезумаб может быть аллергическая реакция разных степеней. Препараты, однако, рекомендуются, когда стандартные методы лечения не дают результатов, в силу их дороговизны. В числе отличных предложений – черезкожно-электрическая стимуляция нервов сеансами в 20 минут, для чего пригодны разные гаджеты, в том числе вот тот, который я показываю на этом слайде. Хорошие результаты при хронической мигрени в отдельных случаях удается достигнуть использованием ботокса в дозах 100 единиц и выше. Не утратили своего значения противосудорожные средства, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, я перечисляю здесь. Об аспирине, профилактике и лечении приступов мигрени я уже рассказывал в этом видео. Как видим, арсенал есть и довольно впечатлительный, так что остается подобрать более всего подходящее в вашем случае.